hello hello my little friends здравствуйте здравствуйте мои маленькие друзья вы на канале английский для начальной школы если ты еще не подписан на мой канал подписывайся если тебе будет полезно это видео поставь не забудь поставь лайк и оставь комментарий и так ребятки меня попросили рассказать как легко и быстро запоминать английские слова существует много разных способов запоминания слов я вам поделюсь одним из способов которым я пользуюсь итак я вам выписала слова эти слова из сказок которые мы с вами читали я вам покажу систему как я их запоминаю если вам понравится эта система пожалуйста ей пользуйтесь сначала мы учим английские слова с английского на русский а потом с русского на английский запоминайте бейкер пекарь bread хлеб cheese сыр cow корова milk молоко mouse мышь house дом то есть вы спускаетесь вниз по лесенке теперь мы поднимаемся по лесенке house дом mouse мышь milk молоко cow корова cheese сыр bread хлеб бейкер пекарь теперь через один бейкер пекарь cheese сыр milk молоко house дом house дом milk молоко cheese сыр бейкер пекарь теперь те которые мы не назвали слова bread хлеб cow корова mouse мышь mouse мышь cow корова bread хлеб и теперь слова должны сойтись и разойтись бейкер пекарь house дом bread хлеб mouse мышь cheese сыр milk молоко cow корова разбегаются cow корова milk молоко cheese сыр mouse мышь bread хлеб house дом бейкер пекарь все мы сейчас с вами проделаем с русского на английский чтобы лучше запомнить пекарь бейкер хлеб bread сыр cheese корова cow молоко milk мышь маус дом house поднимаемся вверх по лесенке дом house мышь маус молоко milk корова cow сыр cheese хлеб bread хлеб bread хлеб bread Сходятся и расходятся. Пекарь беке, дом хаус, хлеб бред, мышь маус, сыр чрез, молоко милк, корова кау. Разбегаемся. Корова кау, молоко милк, сыр чрез, мышь маус, хлеб бред, дом хаус, пекарь беке. После того, как вы это все проделали, лучше всего брать и учить слова где-то по 10 слов. Можно 5, можно 10, а можно 15 максимально брать. По этой системе вы их заучили. Потом вы должны эти слова обязательно прописать. Каждое слово прописывайте не менее 10-15 раз, как мы это делали с вами, когда мы с вами учили слова по карточкам. Правила чтения мы с вами учили. Вообще для эффективного запоминания слов лучше завести специальную тетрадку, ребятки, в которой будет слово записываться. Прямо пишите себе, делите на 3 колоночки. Можно обычную тетрадочку завести. Поделите ее на 3 колоночки, написать слово, пишите по-английски слово. Дальше транскрипцию пишите. Транскрипцию, чтобы правильно вы учились произносить слово. Это очень-очень важно. Написали транскрипцию и перевод пишите этого слова. И потом делите по 10-15 слов, и вот таким образом вы их запоминаете. После того, как вы это проучили все устно, вы должны эти слова прописать по несколько раз, чтобы запомнить написание. Помним большие слова, большие такие, как маус, хаус, не менее 10 раз, либо 15 раз. У меня есть тетрадочка, не знаю, будет видно. Вот такая тетрадочка, это специальная тетрадочка для записывания слов английских. Ребятки, для эффективного запоминания слов нам понадобится вот такая тетрадочка. Есть специальная тетрадочка, а можете завести просто обычную 48-листовую тетрадочку. В этой тетрадочке чем, вот эта тетрадка удобная тем, что в ней она уже расчерчена на три колоночки, в которой есть слово, вы записываете слово английское, транскрипцию, звуковое обозначение слова и перевод. Эти все слова новенькие записали и выучили. И если вам нужно будет повторить, то вы всегда можете открыть эту тетрадочку и воспользоваться ей. А наш урок подошел к концу. And now the lesson is over. Goodbye.